Добрый день! Вот несколько фактов. По моим наблюдениям, еще раз, я не спрашивал никакого центрального статистического управления, но по моим наблюдениям, всегда в 9 дней между Рушходыш-Ав до 9-го Ава становится немножко прохладнее. Сейчас в Израиле стало прохладнее. Мне кажется, что на улице не так жарко, как было на прошлой неделе. С чем это связано? Не знаю. Так, случайно. Просто, как бы, с одной стороны, нельзя купаться. Ну, как мы говорили на прошлом блоге, что значит нельзя купаться. А с другой стороны, Всевышний не посылает такие испытания, которые невозможно выдержать. И поэтому... Но это все случайность абсолютно. Мы ничего не связываем, ничто не происходит. Мы не говорим, что это однозначно, просто наблюдение. Второе наблюдение. В Израиль приходят медузы к пляжам, как правило, в период между 17-м Томузом до 9-го Ава. Да? Тоже случайность абсолютная. Вот. Но это все случайности. Они как бы... Это ничего не значит. Так просто получается. Просто медузы приходят именно в это время. Что? Ну, они кусают, да. Неприятное ощущение, когда медузы кусаются. Неприятное ощущение. Сейчас нам скажут, а можно ли ходить на пляж? Так вот, на пляж ходить можно, если он кошерный. Да, там есть отдельно мужская и женская стороны. Окей. Но мы на самом деле хотели сделать блог про что-то другое. Есть очень интересная особенность у траура по разрушению храма по отношению с обычным трауром. Обычный траур, он идет по убывающей. То есть, самый строгий траур это когда мертвый человек еще не похоронен. И тогда человек вообще свободен от всех заповедей. Не выполняет. Ничего не должен делать. Только похоронить этого человека. Некие заповеди, понятно, повелительные, да. Все запреты он должен выполнять, но повелительные заповеди он не должен делать никакие. не молиться, не одевать туфелин, не говорить благословления даже. То есть, все направлено на цель вовремя похоронить не дай бог ушедшего. Запреты нельзя нарушать, да. Так вот. Но это идет по максимуму. Потом сразу после похорон первый день не нужно одевать туфелин, да. Не нужно одевать туфелин в первый день траура. Дальше идет три дня траура, семь дней траура, тридцать дней траура, год траура. Это по родителям. Одиннадцать месяцев. Нет, траур год, одиннадцать месяцев только кадишнее, считайте. Да, так вот, это что касается траура по родственнику ушедшему. Теревилут по храму почему-то идет совсем по другой системе. Сначала есть семнадцатого тамуза. В принципе, там нельзя стричься, нельзя бриться, да, слушать музыку. Потом рожходыш, да, начинается рожходыш, новый месяц ап, начинается строже, там нельзя мыться, да, купаться, нельзя стирать, нельзя есть мясо, нельзя пить вино. и у сфарадин есть такое понятие неделя, на которой выпадает девятая ава. Тогда у них начинаются все эти запреты. У нас, у ашкенадских евреев начинается с рожходыша, а у сфарадин начинается с недели, когда выпадает девятая ава. То есть, чем ближе, тем... На самом деле, тут принципиальный момент, почему это так? Траур, который происходит по умершему человеку, человеку не нужно объяснять, что произошло. Человеку и так у него... Он понимает, что происходит. Траур – это только та схема, или так, как бы, та манера, методика поведения, в которой мудрецы говорят, что человек и так, в принципе, не хочет ничего, если не дай его, приходит к нему горе. Мудрецы, как бы, говорят, что это позволяет человеку каким-то образом прочувствовать ее максимально в этот момент и со временем тогда переваривание этой ужасной новости, оно становится легче. Это смысл траура по умершему. По поводу храма все наоборот. Человек должен почувствовать, что ему, в принципе, что-то не хватает. Мы живем в иллюзии, что у нас, в принципе, все нормально. Все идет своим чередом. Все как бы, все хорошо. И вдруг нас заставляют выполнять законы траура. Какой это траура имеет к нам отношение? Вот причина здесь траура, наоборот, пробудить, искать, чего нам, собственно говоря, не хватает, чего мы лишены. Когда человек начинает задавать себе этот вопрос, то его нельзя, так сказать, сразу погрузить в состояние максимального траура 9-го. Почему? Потому что он еще не подготовил себя. Поэтому первые толчки, они очень легкие для того, чтобы человек начал работу какую-то. И тогда он может прийти к 9-го с ощущением, что он что-то понимает, у него есть какое-то собственное ощущение, чего ему не хватает. Он понимает, какие духовные уровни он мог бы достичь, если бы был бы храм. Понимает, что такое был храм для еврейского народа. Поэтому здесь траур, он наоборот, он по нарастающий. А не дай Бог траур, когда происходит горе какое-то личное, то он по убывающий. Это то, что мы хотели сказать. Дай Бог, знаете, что пожелал, когда мы делали Авдолу своим друзьям, у которых я был в гостях на Шаббат? Желаю, чтобы мы все в следующей эмоции Шаббат тоже в это же время, как обычно, сделали Авдолу. Поэтому мы будем надеяться, что мы вовремя будем делать Авдолу в конце этой недели. А это то, что я хотел сказать по поводу специфики траура по храму. Нужно научить себя чувствовать, чего нам не хватает. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.